Привет, медведы! Я Рома Дивиди и в этот раз я решил собрать все ваши вопросы, которые были мне адресованы в группе ВКонтакте и сделать на них ответы, ответы на вопросы, на ваши вопросы. Давайте начнем. Первый вопрос задает Миша. Миша пишет, Арман Сергеевич, здравствуйте. Когда будет новое видео на какое-нибудь из ваших блюд? Как только у меня снова появится видеокамера. В данный момент ее просто нет, она у меня отсутствует в данный момент, но как только появится снова, и я даже знаю, что я приготовлю. Это будут самодельные вафли в такой, знаете, вафелице. Такая вот, как же шипит вафельница. Будут отдельно со сладкой начинкой блины, блины, вафли. И будут отдельно какие-нибудь такие интересные вот вафли с какой-нибудь, ну, хорошей начинкой, такой соленый, с таким вот, с интересным там сыр свеченой, чем такое там. Посмотрим. Ну, обязательно, как только видеокамера будет, я сниму какую-нибудь готовку, потому что готовки действительно уже давно, давно не было на канале. Следующий вопрос. Дмитрий. Такой вопрос еще. Сейчас прочитаю. Вопросы, кроме DVD. Доброго дня. Вопрос такой. В отечественной кинематографии есть целая плеяда фильмов о бандитах, криминале, бригада, бумер, бандитский Петербург, благодаря чему молодежь видит на экране романтизацию образа обычных уголовников, которые в 90-е смогли стать богатыми. Почему подрастающему поколению навязывают именно такой образ жизни? Собрать банду, заняться рэкетом, стать авторитетом. Ведь раньше детям не стали быть умными, начитанными, а не тупой ГПТО. Стать космонавтом, в конце концов, образ советского медицинера всегда был положительным. Место встречи изменить нельзя, это был пример. Дима, ну, конечно, вообще Дмитрий задал мне вопрос. Я просто... Нет, я когда думал, что задавайте вопросы, кроме DVD, я думаю, вопросы будут типа... Рома, почему ты такой мудак? Или еще что-нибудь в этом роде? Нет, я никогда не подумал, что мне адресуют вопрос, который вообще касается нашей отечественной кинематографы. На самом деле я понимаю, почему. Потому что я довольно человек близок к театру, в одно время был, да? И играл в театре. Ну, наверное, может быть, человек знает и поэтому и задает на такой вопрос. Хорошо, я попробую сейчас ответить на этот вопрос. Итак, почему же подрастающим поколениям навязывают именно такой образ бандитизма и всего прочего? На самом деле, на самом деле, ответ на этот вопрос, он такой глубокий и большой, довольно развернутый. Дело в том, что людям дают то, что люди хотят хавать. То есть, пипл хочет хавать одно, и ему дает это. То есть, режиссер никогда не станет давать пиплу хавать то, что он предпочитает сам, что-то возвышенное и интересное. Хотя есть такие режиссеры, я не спорю. Тот же странный, Павел Лунгин, есть Кольчуловский, есть еще подобные очень хорошие, интересные режиссеры. Которые снимают... Есть, опять же, Алексей Учитель, режиссеры, которые снимают фильмы, которые интересны им, которые интересно им снять. А не те, которые непосредственно, как Дмитрий сказал, да? Про криминал, про бандитские разборки, про сись, бред. Просто дело в том, что мы смотрим и жуем эту американскую жвачку, боевички всю эту третийсортную, всю эту херню, короче говоря. И народу столько фильмов натолкали в телеящих, что теперь люди уже просто не воспринимают ничего, кроме вот этого тупого шакалево-американского бандитизма и всего прочего. То есть, положительные образы милиционеров ушли в прошлое, потому что стали показывать правду. То есть, раньше правда была одна. То есть, милиционеры действительно людям помогали. Сейчас правда другая. Менты поганые, волки позорные, вот так, да? И поэтому сейчас показывают правду, с одной стороны показывают правду тебе. Вот тебе, пожалуйста, мент поганый, это правда. Но с другой стороны, опять же, бандитизм показывают, потому что people хочет хавать что-то бандитское, какие-то крутые разборки, все вот это вот сейчас слушают, все. Изначально это было навязано Америкой при развале Советского Союза. Извне специально было дали нам огромное количество этого говна. А теперь люди к этому уже привыкли и ничего, кроме этого, не понимают. Люди просто не смотрят добрые фильмы, хорошие. Я, например, назову, ну, к примеру, несколько фильмов. «Самый быстрый индиан» с Энтони Хоктинсоном. Пожалуйста. Есть также фильм «1 плюс 1», французский фильм. Есть масса, масса разных хороших фильмов, которые можно посмотреть именно чисто для души, которые очень приятно посмотреть. Ну, просто как бы вспомнил два фильма буквально. Ну, давайте возьмем наши русские хорошие фильмы. Алексей Учитель снял фильм, который называется «Четыре». Просто фильм называется «Четыре». Там на обложке DVD диска четверка нарисована. Снимается Шнуров, снимается, ну, вот из знаменитости только Шнуров, по-моему, помню. Там вообще малоизвестные актеры какие-то, хрен знает, с улицы-то набрали. Там чисто показана вот такая вот дрянь сельская жизнь, вот эта все поганая пьянка-синька хрень. Правда показана, без прикрас. Но фильм интересен тем, что он не показывает бандитизм, вот этот самый, а просто показывает конкретно вот настоящую, настоящую правду жизни. Возьмите хороший фильм. Возьмите хороший фильм с Петром Мамоновым. Петр Мамонов вообще плохий фильм, он снимается. Возьмите любой фильм с его участием. Любой. Тот же «Остров» с Петром Мамоновым, посмотрите. Тот же «Такси-блюз» есть. Есть «Пыль», великолепнейший фильм, психотерический фильм. С которым Мамоновым называется «Пыль». Фильм 80-х годов. Просто бешеный фильм. Просто обалдеть фильм. Есть очень много хороших русских фильмов, которые помимо вот чего-то положительного или чего-то другого, показывают просто свое что-то. Что-то режиссер, то, что он хотел дать показать свое. Ну ладно, не буду замутствовать насчет этой темы, просто еще расскажу. Помните самый первый, самый крутейший фильм, который появился у нас на экранах? Такой русский боевичок. Извините, я просто простыл немного. Русский боевичок. У нас просто минус 37 на улице, и поэтому сопли глаза слезятся. Ну, холодновасто, конечно, на улицу за пивом шастать. Самый первый, самый крутой русский боевик. Не помните? Нет, я не имею в виду вестерн, типа Чапаев и так далее. Нет. Я имею в виду такие конкретные фильмы. Это брат. Вспомните. Настоящий герой, который всем дает пиздей, и ему за это ничего практически не бывает. Вот. Интересный очень фильм, да? Не правда ли? Вот там вот образ такого справедливого-справедливого такого карателя. Вот. Вот правильно был сделан образ. Но, к сожалению, таких фильмов очень мало. В основном это про подонков, про всякие фильмы, типа Бумера. Потому что там показ якобы, вроде бы, правильных пацанов. Ни хрена подобного. Фильм про подонков и про... Тьфу, бога, не гадость. Понимаете сами, да? Прекрасно. Так что ничего хорошего в этом монетизме нет. Смотрите правильные, хорошие фильмы. К тому же в России есть действительно немалое количество хороших фильмов. Но просто они проходят мимо зрителя. Зритель их просто не замечает. Лишь по одной простой причине. Зритель смотрит то, что ему позволяет смотреть. То, что ему дают на поверхности. Зритель никогда у нас не полезет в интернет искать интересные фильмы. А ведь их немалое количество. Еще раз говорю. Их очень много. Их нужно просто найти. А не вот это... Не жрать говно, которое плавает на поверхности. Понимаете? Ладно, переходим к следующему вопросу. Чувствую, что я у вас заболтал. Так. Никита. Вопрос такой. Мог бы ты рассказать о своей молодости? Какие были интересы и увлечения цели на тот момент? Никита, это интересный вопрос. Вот такие приблизительно вопросы я думал задавать. А не как Дмитрий. Вопрос про наш кинематограф. Итак, о своей молодости. Ну, я до сих пор еще, я думаю, что я еще молод. Я думаю, что еще не старт. Потому что 33 года, и я это как бы... Ну, это молодость еще до сих пор, я так чувствую. Ну, средний возраст может. Ну, а какой молодости? Это, смотри, какой возраст брать там до армии или после? Ну, давайте после армии возьмем, до нынешнего момента, что ли. Какие цели, интересы, увлечения? Целей вообще никаких. Я никогда не ставил перед собой абсолютно. То есть... Нет, ну, хотя... Да, была там цель попасть в театр. Цель я добился. Играть на сцене цель я добился. Попасть на телевидение и стать телеведущим, к сожалению, у меня не вышло, не удалось. В итоге я стал видеоблогером. К сожалению, не популярным, но я просто не занимаюсь видеоблогингом так часто, как этого хотели бы зрители. Вот. Но была цель стать телеведущим, а до этого цель была стать актером в театре. Вот актером в театре я стал, а телеведущим, к сожалению, нет. Других целей у меня не было никогда. То есть, как вот, там что-то, что-то еще, еще куда-то нет. А, вру, писателем была стать цель. Это совсем юношество такое было. Даже не молодость, а юношество было еще. Хотел стать писателем. Я даже писал всякие, да вот не так давно даже писал какие-то юмористские, какие-то рассказы. Можно будет даже как-нибудь зачитать на видео. Да, это очень прикольная режачная штука. Можно будет как-нибудь это сделать. У меня, бывает, нет-нет, да вот такой писательский прорыв прорывается наружу. Писательский прорыв. Писательский порыв прорывается наружу И я что-то ваяю, что-то пишу Бывают такие вещи Бывают очень интересные вещи Особенно на сайтах для взрослых Есть целые рассказы Которые под моим псевдонимом Не буду говорить на таких сайтах И свой псевдоним тоже Но я подписываю рассказики Порно рассказики и все такое И тетки текут Тетки текут Да, фантазия работает Какие увлечения и цели На тот момент, на тот я не знаю Какие увлечения и цели У меня увлечения далеко От баб и от выпивки не уходили То есть мотоциклы, бабы, выпивки Потом мотоциклы отошли на дальний план А бабы выпивки остались Потом бабы тоже куда-то отошли На дальний план И выпивка это не увлечения Это просто побочный эффект Вот такой человек Без увлечений, целей и я не знаю Интересов Нет, ну интересы какие? Интересы гитара Гитара, музыка, песни Я писал очень неплохие песни Я так думаю Я очень неплохо играл Опять же Я бы продолжал до сих пор Но к сожалению инструмент Инструмент уже свое отжил И нужно очень много денег На новый инструмент Сейчас сколько денег нету Вот Ну я думаю со временем Это все решится как-то Вот интересы какие? Гитара, песни Пьянки, гулянки, телки Движения какие-то Типа Ну типа скиновских что ли Что-то такое Давайте наверное дальше Григорий Рома, вопрос Как ты так быстро Опнул звание Warface Сколько тебе понадобилось Время на это? Как у тебя дела с судом? Как познакомился с Warface То есть Человек вот так столько вопросов Сразу задал Ладно, давайте Рома, как ты быстро Так опнул звание Warface Ну как это быстро? Больше 4 лет 60-е звание Apple Warface Абсолютно никак не быстро Тем более с липкой Сколько тебе понадобилось Время на это? Ну больше 4 лет практически Как дела с судом? С судом дела У меня сейчас судятся То есть там Ну есть Есть люди Которые судятся У меня судятся Дела с судом Вот Денег очень много Отнимают Я скажу так И настроение И денег Понимаете? Но Как бы Не знаю К чему это все приведет Там В общем Выяснилось все Но об этом Я расскажу об этом Когда это все закончится уже Я не знаю Когда это все закончится Но когда это все закончится Я об этом отдельно расскажу Вот Да В отдельном видеоблоге Как познакомился с Warface Ребята Я не помню Я гулял А Вспомнил Я не помню Я вспомнил Да Я гулял на просторах интернета И Увидел вдруг Баннер Баттл Героис Или Танки Героис Что-то такое На который тоже как-нибудь сделаю обзор Если вы мне напомните Вот Поиграл Что-то вроде танков онлайн Но только там еще на самолетах Можно летать всякая херня В танки я на тот момент уже играл Все дела Вот Потом я Баттлфилд искал Есть Фри-то-плейный Баттлфилд Скачиваешь клиент И играешь Фри-то-плей Баттлфилд Есть такая была батла До сих пор даже есть такой Баттлфилд Не помню как он называется точно Баттлфилд онлайн Что-то Ну и есть короче Баттла такая Вот Тоже такая какая-то херня И что-то попутно Я кроссфайр нашел Нашел потом По ебаной как его ПП это блядь Пойнт бланк нашел Но везде Меня все это не устраивало Я потом КС Тоже КС Тоже Как-то вообще не катит И среди вот этих шутеров Как-то я все искал И скалы ковырялся И что-то мне понравилось Так танки забросил Но на одно время И я стал ковыряться Среди шутеров Искать шутер какой-то И наткнулся Вот совершенно случайно Нахрен просто Просто Вбил в ПСК И в шутере Там все дела Что-то там ФПС Фритуплей Ну там Фри-то-плей И нашел Так Warface Тупо вот просто Скачал Зашел Мне понравилось Сразу Все Понравилось Совершенно раньше Другим был Warface Не сказать Ни хуже Ни лучше Но Ну просто он был Другим Warface Вот так вот Я познакомился С Warface Совершенно случайно Перебирая кучу игрушек Начиная Распоиска других танков А вот Получился Warface Вопрос задает Александр Такой вопрос Для блога Будут ли игры С подписчиками Как это было В игре No more Rome in hell Будут ли игры С подписчиками Но Для этого Подписчики Должны Проявить Сами инициативу Что-то предложить Потому что На самом деле Я очень занят Как бы Вот Я зачастую Вот ВКонтакте У меня открыто Но я на самом деле Работаю в интернете И вот у меня Зайтость Большая И мне зачастую Некогда бывает Снять какой-то видеоблог А потом Когда я уже поработаю Мне уже ничего не хочется Не играть Не снимать Я просто хочу Включить какое-нибудь кино Или просто Лечь на кровати Послушать Какую-нибудь Аудиокнигу Какую-нибудь включить Потому что глаза Уже устали от монитора Поэтому читать уже трудно И просто Ну вот включаешь Слушаешь И отдыхаешь То есть как-то Уже знаете Устаешь Как она много работы Будут ли игры С подписчиками Да я бы не против Давайте сыграем У меня вот есть На компе У кого в стиме есть Я знаю Вот у Богдана Мельникова Есть точно В нашей группе Кто рядаков Вот да Вот у него есть точно Детайланд Детвисленд Детайланд Там можно создавать Пати до пятерых человек Что ли Забаков хуячить Детайланд Первый и второй У него по-моему второй Вот У кого есть второй Можете запросто написать Мы можем вместе поиграть Я что-нибудь сниму Можем в Варфейсе Поиграть с подписчиками Если кому-то интересно На сервере Альфа Канал ветераны Ну Каналы ветераны Есть у кого-то Допустим Да Сервер Альфа Можем также собрать Пати там Из пятидесяти Десяти Больше человек Подписчиков Если наберется То запросто Пожалуйста Танки онлайн Ну Танки онлайн Я не знаю Если Ну Блять Ну можно Танки онлайн снять Аккаунты у меня есть В принципе Че Почему бы и нет Так что Если кто-то хочет Собирайте отдельную Там я не знаю Создавайте какую-то тему На ВКонтакте Предлагайте Там кто пойдет Когда куда И можем сыграть Так что Ну а какие-то другие игры Вместе играть Я не знаю Можем поиграть В GTA Online Только у меня ее нету Сперва Я ее кто-то должен будет Купить Блять Потому что Я сам не собираюсь Я говорю У меня сейчас все деньги Уходят на суд У меня не хватает денег Даже чтобы гитару себе Купить новую Представьте себе Ну вот Поэтому Поэтому Я себе не могу Купить GTA Влад Задает вопрос Вопрос-ответ Мощный у тебя комп Расскажи про него Комп Ну у меня же есть Видеоролик на канале В котором я Собирал компьютер Собирал компьютер Вместе с карифаном То есть Карифан мне его собирал А я стоял Пиво-пил Извините Есть этот видеоролик На ютуб канале Но если интересно Я скажу так Насколько На память Сейчас вспомню Попытаюсь Параметры компьютера 8 гигов оперативки Да Нужно докупить еще планку Я знаю Что было в 16 А можно еще 3 8 гигов оперативки 8 ядерный процессор AMD FX 150 Каждое ядро По 3.8 Разгон Авторазгон До 4.3 По моему Геогерц Авторазгон идет Если ему не хватает Мощности 8 ядерного процессора Видеокарта GTX 660 2 гига 194 Шина Блок питания 750 ватт Жесткий диск По моему 500 гигов Что ли Или терабайт Вот не помню честно Нет По моему 500 гигов Жесткий диск Ну и что DVD привод DVD привод Asus Ну вот Вот и весь А материнка Ну я сказал Материнка Какая Материнка Гигабайт Что-то тоже Какая-то Ну и кулеры Там всякие Кулеры Самые Новомодные Вот эти Ну кулер Я имею ввиду Есть отдельно Радиатор Есть отдельно Вентилятор Когда вместе Их собираешь Это получается Кулер Вот Тоже крутая Штука Стоит Корпус Thermaltake Называется Очень удобный Корпус Именно Который Не сильно Забивается Пылью Но Очень Хорошо Охлаждает И компьютер Очень бесшумный Что я хочу сказать Что очень бесшумный То есть У меня вот Стоит системник Его не слышно Просто Его просто Не слышно А у некоторых Игроки Знаете Есть такие Геймеры Которого Смотришь Он ловплей Какой-нибудь Включает Такое ощущение Что он на взлет Пошел У меня даже Когда мощную игру Включаешь У меня Тишина Тишина Знаете Абсолютно То есть Игрушка Которая пожирает Много ресурсов Абсолютно Тишина Компьютер Вообще Не жужжит Не шумит Все Тихо Тихо Гладенько Ровненько Вот такой Компьютер Короче Сборка Была Да Когда я его Собирал Года Года Три Наверное Назад Где-то Так Да Где-то Так Следующий Вопрос Задает Ахмед Рома Знаешь ли Ты Сашу Грей Нет Лично Сашу Грей Я не знаю Но Зато Моя правая Рука Вот так Димка Спрашивает Как ты думаешь Роман Закроет ли Проект Warface Наверняка Рано или поздно Закрываются Абсолютно Все Игровые Проекты На памяти Сколько угодно Их Вообще Старых Игровых Проектов Они Все Закрылись Давным-давно Онлайн Проекты Это еще Те проекты Которые Были В начале 2000-х Игровые Проекты Онлайн Все они Рано или поздно Закрывались И В том числе Warface Рано или поздно Закроется Все зависит Лишь от Финансовой Обеспеченности Населения Скажем так Пока люди Донатят Проект Будет работать Пока проект Приносит деньги И не идет в минус Он будет работать Все равно Хорошо или плохо Это другой вопрос А проект Будет работать До тех пор Пока люди Будут нести В него деньги И пока проект Будет Приносить Больше Денег Чем Забирать их Проект Warface Будет работать А закроется Конечно закроется Вопрос времени Когда он закроется Когда выйдет Что-то намного лучшее И Люди просто Перестанут играть Warface Пожалуй так Следующий вопрос Задает Редактор Нашего Паблика Вконтакте Богдан Мельников Здорово Привет Богдан Привет Мой вопрос Хотел бы Ли Ты Побывать На Донбассе И В Украине Хотел бы Я побывать На Донбассе И на Украине Скажу так Да Непременно Мне хотелось Побывать на Украине Непосредственно Посмотреть на То самый Крещатик Знаменитый Про который все рассказывают Побывать В Одессе Посмотреть На вот это Все Интересно Интересно Очень интересно Хотел бы Бывать в Харькове Очень сильно Интересно Вот Днепропетровск Опять же Интересно Мне Как Именно С туристической точки зрения Не знаю Как еще сказать Непосредственно Сам Киев Да Испал Крещатик И так далее То есть Еще много Знаменитых там мест А про Донбасс Что сказать Про Донбасс Бывать на Донбассе Ну Хотел бы конечно Наверное Но Не в качестве Как военнослужащего Потому что Есть и без меня Как бы воевать Непосредственно Я имею ввиду Ополченцев Там да Народных Каких-то Или добровольцев Из России А вообще На Донбассе Да Было бы интересно Побывать Но Не на Донбассе Который В нынешней ситуации Находится А вот В мирной ситуации Когда он находится Потому что Посмотреть на То как Люди Близко Живущие К русским Их менталитет Их характер И посмотреть на людей Которые подальше Допустим Да Кто Ближе ко Львову И так далее У них совершенно другой Менталитет Там Рагули И все прочее То есть Конечно Да Я хотел побывать Какие вопросы Прекрасно знаешь Я любитель Путешествовать Хотя Ни хрена Нигде Практически Не был Кроме России И Китая Вот и все Пожалуй Я больше Нигде Наверное не был Но По России Я поездил Немало Сопы Извините Насморк Что поделаешь Простуда Ладно Вот такие вот Вопросы Переходим дальше Грустные Какие-то вопросы Такие вот Александр Рома Расскажи Был ли ты женат И как начинал Свою карьеру Я не был Официально женат Я был в гражданском браке Четыре Три или четыре раза Я уже не помню даже Прикинь Сейчас начну бабу вспоминать Посчитаю Официально Не был женат А с бабами Жил в гражданском браке Воспитывал Как бы Да там Детишек Их Вот И как начинал Свою карьеру Карьеру какую Карьеру чего У меня нет Никакой карьеры Никогда Ей не было То есть Карьера в театре Если ты про это Но Ну вряд ли ты про театр Ведь ты скорее всего Даже и не знаешь Что я был в театре Да Поэтому Ну какую карьеру Карьеру видеоблогера Да как начинал Все на канале Смотри самые первые видео На канале Там все Все показано Как я начинал Свою карьеру Просто начал снимать видосы Учитывая то Что у меня грамотная речь Я хорошо Ну как Хорошо Неплохо Выгляжу И Умею в принципе Более менее Сносно монтировать Настраивать Микрофон Так чтобы он не пердел Ну вот Судя по всему Так все и получилось Как-то само собой Карьера Какая тут карьера Черт Тут смешно Какая карьера Дальше Никита задает вопрос Здравствуйте Роман Хотел бы узнать у вас Как вы относитесь К разработчикам Танков онлайн И варфейс И что вы считаете Лучшей игрой из них И почему Как я отношусь Да К разработчикам Разработчики Ведь это одно Ребята Я прекрасно понимаю Что он имел ввиду Человек имел ввиду Не разработчиков А вот именно Владельцев этих игр Маркетологов Кто выжимает бабки Тут разработчики Скорее всего Ни при чем Как я к ним отношусь Ну Это их работа Это их работа Выжимать бабки Как им можно Относиться Ну Ну Никак я к ним не отношусь Это их работа И все Понимаете Работа такая И что вы считаете Лучшей игрой Из них И почему Ну Естественно Я считаю Лучшей игрой Это Варфейс Потому что Если бы это были До ребаланса Танки Я бы сказал Что танки Но потому что После ребаланса Конечно Варфейс Конечно же Лучше Варфейс Почему Потому что Варфейсе Умеренный Донат В отличие от Танков онлайн В танках онлайн Абсолютно Дикий Донат Дичайший И Чтобы допустим Играть наравне С другими В танках онлайн Наравне С другими Донатерами Чтобы не всасывать Тебе нужно Вкидывать До хуя Демик В игру Реально Очень много Чтобы играть Варфейсе Наравне С другими Наравне С другими Тебе достаточно Иметь Просто Неплохой Компьютер Скажем так Средней паршивости Тут же Двухядерник Даже Пойдет Интел Это даже Не то что Неплохой Это даже Херой Компьютер На нем Танки лагают А варфейсе На минималках Не будет лагать Вот Без доната Варфейсе Можно играть Можно Единственное Что Немножко Слазновасто В плане Ремонта Оружия Слажновасто Но Можно играть Без доната Можно донатить Только на випку Это 150 рублей В месяц Всего 150 рублей В месяц И ты не испытываешь Никаких проблем И можно играть Без донат Пушек Потому что Мы играем Без донат Пушек На КВ И Иногда Кто-то берет На КВ Донат Берет донат Пушки А мы Продолжаем Играть Без доната На КВ Я не чувствую Никаких проблем Абсолютно Вообще Так что Я скажу Что донат В Варфейсе Не решает А решает Именно Твой пинг И фпс А в танках онлайн Решает абсолютно Все И пинг И фпс И конечно В большей мере Донат В большей мере Решает в танках Донат Эти МПК Это вообще Пиздец Ребята Тут даже МПК красок Это Жесть Короче говоря Я вот Про донат Сказал Так что Конечно Варфейс Лучше Понятное дело Кирилл Вопрос ПТО Будешь ли Играть В Танки Икс Буду Как сказать Буду Поначалу Какое то время Я в Танки Икс Играть буду Снимать Какие то Обзорчики Сплетчики Пилить Какие то Делать Гайды Среди Тестеров Опять же Посмотрим Я надеюсь Скажу Среди Тестеров И Посмотрим Я Думаю Что Буду Играть В Танки Икс Но Там Еще Жестче Доната Система Будет И поэтому В Танки Икс Я буду Играть Ровно Столько Чтобы Снять Какое то Видео А не Для того Чтобы Снова Вернуться В Танки То есть Я надеюсь Вы поняли Дальше Максим Задает Мне вопрос Здравствуй Рома У тебя Появлялась Мысль Найти себе Любящую Супругу И завести В дальнейшем Детей Это вопрос Для рубрики Ну вот Я отвечал На этот вопрос Ну На похожий вопрос Появлялась Мысль Завести Себе Найти себе Любящую Супругу Найти супругу Любящую Понимаете Это сложно Это не как Вот ты идешь Она на обочине На дороге Любящая супруга Не валяется То есть Это тебе Не 5 копеек Которые ты можешь На остановке Найти Это любящая супруга Она просто так Не находится Это долгие Выстраиваемые отношения Большой труд В отношениях И просто так Найти себе Любящую супругу Мысль Там может И появлялась Но как это Реализовать Реализовать В нынешних условиях Где Бабы Являются Потребительницами И им От тебя Нужно Наличие Большой квартиры Хорошей машины И чтобы Ты их обеспечивал Чтобы Ей еще Тачку купила Чтобы Вообще Короче Пиздец Она сидела В контакте Целыми днями С кем-то еще На стороне Пехалась Долбилась Нихуя не делала А ты бы впахивал И бабки ей приносил И все покупал Еще бы ей отстогивал Просто Чтобы она ходила Тратилась на салоны То есть Вот такие Любящие супруги Скажем так В нынешнее время Быдлобабы Какие-то Меня не устраивают Знаете Вот эти Алкоголички Всякие Быдлобабы Которые Хуярят пиво Наравне с мужиком Не Завести детей Я не знаю Мне кажется Я не настолько Блять Но завести детей Понимаете Настолько ответственный Шаг Завести ребенка Ведь его Это же тебе не собака Что завел И ну ладно Блять Можно ее продать Тогда Если какие-то проблемы Там вся хуйня А ребенок Это все-таки Большая и огромная Ответственность И ребенка Причем нужно Вырастить И воспитать Таким образом Чтобы он был Лучше тебя Вот А чтобы это сделать Нужны финансовые Финансовые Конечно Я понимаю Что можно И в нищете И в бедноте Как говорится И найти Быдлобабу И ребенка Захуярить Там Настругать В смысле Настругать Там детей Но что это за семья Это Это не ячейка Общество Это Очередной Рассадник Быдла Говна Получится Понимаете И поэтому К этому вопросу Нужно подходить Очень ответственно Поэтому Нет Я к этому Наверное Не готов И не хочу Я не знаю Нет С одной стороны Конечно Наверное Уже пора Как-то Остепениться И Найти себе Бобищу Какую-то Нормальную Чтобы Нормальную В плане Того Что Постоянно С ней Тусить Там Жениться И все Дела Но Понимаете Я Идеалист Мне Если Нужна Так Мне Нужна Охуительная Королева У меня Сколько Телок Было И Они Все Были Охуительными Кроме Там Какое-то Количество Стреланных Баб Круг Ей Болтопья Те Которые Были Они Просто Были Охуительными Королевами Понимаете Но Все Охуительные Королевы Они Да 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 Но Ненадолго Потому Что Они Себе Ищут Побогаче Кого Нибудь И Как Только Эта Бобища Нашла Того У кого Больше День Чем У тебя На Сегодняшний День Она К нему Нахуй Штамы Прыгает Все Это Все Очень Просто И Те Кто Мне Сейчас Не Верят Вы Убедитесь Немножко Позже Когда Станете Постарше Ну А Настоящая Любовь Настоящая Любовь Ну Что Бывают Такие Вещи Я Не Отрицаю Настоящая Любовь Бывает Огромная Редкость Следующий Вопрос Роман Задает Вопрос Роман Задает Вопрос В Варфейсе Вот Все Вопрос Про Это Почему Да Будут Такие Видео Про Оружие И Про Геймплей С этим Оружием В Варфейсе Будет Это Будет Ну Еще раз Говорю Что В связи С судом Сейчас Настроения Особого Чего-то Снимать Нет Поэтому Но Это Будет Это Будет Тимур Задает Вопрос Будешь Ли Снимать Обзоры По Танком Ис Да Как я Уже Буду Андрей Здравствуйте Я Задам Необычай Чего Прикольный Вопрос Андрей Здравствуйте Я Задам Вам Необычный Вопрос Если Бо Вам Дали Выбрать Стать Директором Проекта Танки Онлайн Или World Of Tanks То Какой Бо Вы Проект Выбрали Я Бо Убрал Танки Онлайн Если Бо Мне Дали Выбрать Стать Директором Проекта Я Бо Танки World of Tanks Мне не нравится Из-за того Что я уже Видал Он слишком Сложный В плане Изучения Всего Там Экипаж Хуйня Там Муйня Там Все Это Пробитие Какие-то Все Слишком Много Цифр Слишком Много Слишком Сложным Слишком Нужно Долго Задрачиваться И заморачиваться А чтобы Стать Директором Понимать Там и так Все Хорошо Там и так Все Хорошо В World of Tanks А вот В танках Онлайн Все Очень Предпочел бы Стать Директором Именно Танки Онлайн Это Во-первых Было бы Интересно Во-вторых Я великолепно Знаю Игру От А до Я Я Также Хорошо Знаю Игру Как Любой Тестер Как Любой Я не знаю Разработчик Любой Пушки Любого Корпуса Скажем Так По крайней мере Раньше Точно Знал До Ребаланса После Ребаланса Я уже Этим Не Занимаюсь Но До Ребаланса Я знал Вообще Все Абсолютно Сколько Чего И куда И так Далее Поэтому Конечно Если бы У меня была Возможность Выбрать Стать Директором World of Tanks Или Танки Онлайн Танки Онлайн Интересный Вопрос Петр Задает Тоже Наш Постоянный Посетитель Нашего Паблика Петр Задает Вопрос Вопрос На золотых Коробках И о шансе Выпадения Все Почему Тут Вопросы Про Игры А шанс Выпадения Как Главному Донату Варфейса Петр Я не Главный Донатер Варфейса Я просто Очень много Баблищ Туда Слил Но все Таки Меньше Чем В Танке Онлайн Можете Ответить Или нет Отвечу Что Тебе Спрашивай Правда Ли Что Шанс Выпадения Коробок С Золотым Оружием Упал И С них Невозможно Выбить Даже Обычную Версию Сколько Вы потратили На золотые Коробки Насчет Этого Я тебе Не скажу Упал Или шанс Или нет Люди Как выбивали Золотые Так Выбивают На склад Мне кажется Шанс Никакой Не падал Сколько Я потратил На золотые Коробки Нисколько Я давно Не кручу Коробки За кредиты Давно Не кручу Месяца Два Поэтому Я не знаю Я нисколько Не потратил На золотые Коробки Артур Сдает вопрос А вот И вопрос Ты будешь Играть Если разработчики Тебе Приглашение На збт На танки Икс Да Буду Вадим Роман Сергеевич А вы Когда в армии Служили Вас В противогазах Заставляли бегать Да Нас Заставляли бегать В противогазах И не только бегать Полностью В физо Полное В физо В противогазах И вообще В противогазах Мы делали Все Сутки Не снимая Практически У нас Были Были Такие Испытания Скажем так То есть В противогазах Абсолютно Все Заставляли И не только Бегать Вопрос Задает Сергей Роман Сергеевич Почему Вы Такой Жирный Уебище Вот Мы Добрались За Самого Интересного Почему Вы Такой Жирный Уебище Это Первая Часть Вопроса Ну Почему 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 Я Уебище Почему Я Жирный Это Просто Борода И морда Толстая Так То Я Вовсе Ну Пузико Есть А так То Я Не Жирный Где Где Ну Что Жирный Не Ну Просто Когда Тебе Станет Тридцать Тебе Станет За Тридцать Уже Ты Поймешь Почему Люди Либо Худеют Либо Толстые Ты Это Поймешь Со Временем Сам Поймешь На Своей Шкуре Испытаешь Если Доживешь До Этого Возраста Дальше Вторая Часть Вопроса Он Мне Советует Человек Мне Советует В качалку Сходить В качалку Иди Говорит В качалку Вот Сразу Школота Детектор Школота Детектор Сразу Обнаружили Школоту И поняли Иди В качалку Ну Просто Неужели Я бы Сам Не догадался Сходить В качалку Немножко Подкачаться И так далее Просто Это Не всегда Возможно По Физическим Причинам Мне Вообще Качалка Противопоказан То есть Как бы Я хотел бы Но Это Противопоказан Единственное Что я могу Делать В тренажерном Зале Это Крутить Хулахуп И то До предовремени Потому что Старые травмы Дают о себе Знать И поэтому К сожалению К сожалению Кроме Велосипеда Летом Я себе Вряд ли Что-то могу Позволить В этом плане Это все Старые травмы И спортивные травмы И армейские травмы Всякие разные То есть У меня на самом деле Огромное количество Физических травм То есть Как бы Я живой Я хожу Туда-сюда Руки-ноги Сую Кому Въебала Кому-то Я конечно Могу сунуть Но Вопрос в другом Конкретно Ходить Намеренно Качаться И так далее Не противопоказано Именно За счет Этих травм Старых Чтобы Не разворошить Не разберегить И не сделать Хуже Еще хуже Да к тому же Там Такая боль Бывает При выполнении Физических Урожнений Каких-то От старых Травм Что Какая качалка Ребенок Какая качалка Успокойся Следующий вопрос Задает Алексей Роман Сергеевич Есть ли у вас Автомобиль Ну И какой марки Да Я вам спросил Но Тут вопрос другой Есть ли у меня Права Сдавал ли я На автоправа Нет Я даже На права Не сдавал Более того Даже на мотоцикле Когда Нет прав Я без прав Езжу на мотоцикле То есть Летний сезон Когда какой-то Я беру мотоцикл У кого-то Ну и сейчас Есть уже Свой мотоцикл Стоит Вот Летом Я его буду Доделывать Но не летом Весной Лешно его Доделывать Мотоцикл И там уже Посмотрим Но Вряд ли я буду Сдавать на права Мне абсолютно Это не нужно То есть Мотоцикл Там будет Тем более Самодельный То есть Как бы Он вообще Собран Потом покажу Будет интересно Если я его Конечно Не продам Если мне вдруг Срочно Не потребуется Деньги на суд Дополнительные Огромные Там То конечно А так Вообще Очень Очень интересная Штука У меня собирается Которую я Подробнее Расскажу Потом Там Смесь Чопера Со Спортбайком Будет Вообще Охудительная Вещь Правда Покрасить его Будет Дороговато Стоит Да Это Не проблема В общем Нет Прав Автомобильных У меня Нету И сдавать Я на них Не планирую Абсолютно То есть Мне там Нахер Не нужно То есть А по городу Ездить Чтобы Чтобы ездить По городу Я не летаю Я не гоняю По городу Как-то так Как бешеный Мне там Нахер Я езжу Аккуратно Никто И ничего Не будет Останавливать Вот Но За необычный Спортбайк Возможно Какой-то там Кому-то Будет Интересно Но Мне похер Как-то Я езжу Без шлема Так что Без шлема Никто Тебя Не будет Тормозить Вот А за городом Если выехал За город Взял Сзади Шлем Надел Тюхнул Все Кто тебя Остановит Скорость 230 250 Км Час Кто тебя Будет Тормозить Никакой Дурак С тобой Погонится Естественно Нет Автомобили Я Не люблю Не уважаю Ну Как сказать Да Мне нравятся Знаете 50-х 70-х Годов Вот эти Автомобили 50-60-70-е Года В Америке Очень красивые Автомобили Делали Длинные Широкие Роскошные Такие Большие Корабли Очень красивые Машины Делали Мне нравятся Такие машины Но Я говорю Я не фанат Того Чтобы купить Восьмерку Или десятку И кататься Ездить Просто на ней Во-первых Это очень затратно Это все То есть Там Можно было Купить машину И Стояночку Возле дома Там место Кое-то Купить Но Это Обслуживание Очень дорогое Во-первых Мне куда ездить Я думаю Мне нахрен Машина Не нужна Просто-напросто А мотоцикл Да Он Конечно Прикольная Вещая Мотосезон Там Все дела Это Очень Прикольно Мотоцикл Просто Приятно Когда Едешь Ощущаешь Поджем Ты просто Чувствую Дуру Такую Классно Мазафака Это На машине Этого Не почувствуешь Я больше Чем уверен Когда Ты Хуяришь И Ветер Тебе Въебало Еще Ножка В глаз Но Для этого Нужно Очки Конечно Одевать Но Вообще Мотоцикл Очень Прикольно Это Чувство Совершенно Другое Чувство Когда С него Летишь Особенно Куда Ни Курет Болеть Или Жопой По Основальту Это Вообще Другие Ощущения Более Того Я вам скажу Это Нечто Нечто Просто Фантастическое Ладно Следующий Вопрос Следующий Вопрос Задает Человек С Нечтаемым Ником У него Какие-то Арабская Вязь Или Что-то Такое Какие-то Значки Короче Непонятно Что Когда Выйдут Следующие Школа Танкеров Я Знал Что Это Вопрос Будет Я Просто Помню Что Он Был В списке Когда Будут Следующие Школа Танкеров Будут Они Вообще Будут Когда У меня Будет Настроение У меня Уже Кандидаты Есть Все Осталось Снять И Сделать Следующие Школа Танкеров Будут Тогда Когда У меня Будет Настроение Вот Там дальше вопрос Я уже успел посмотреть Там дальше вопрос будет еще один Про армейские байки Армейские байки я уже говорил Что это исчерпали себя Как бы воспоминания такие вот прикольные Но если что-то еще вспомню я обязательно расскажу про армию Вместо армейских байк Сейчас идут деревенские байки И следующие деревенские байки Появятся на канале Когда вот эти байки наберут хотя бы 3000 просмотров Тогда А там всего 1500 просмотров Я 40 минут хуячил эту байку рассказывал Там всего 1500 просмотров Так дела не делаются Когда там будет 3000 просмотров Будет следующая деревенская байка Они же тоже прикольные и классные И очень интересные Причем следующая деревенская байка будет просто бомба Вообще там отпад Там ржака такая будет Там реально будет Хрище стендапа там будет вообще охуеть Вопрос от Никиты Рома Планируешь ли ты встретиться с Александром Джиггернаутом? Нет не планирую Хотя конечно было бы неплохо с Санькой встретиться Но мы с ним вообще давно не общаемся уже Ну как Близко не общаемся Раньше Просто у нас были раньше общие интересы Это были танки онлайн Вот какие-то такие интересы были Вот И в связи с этими интересами Мы как-то общались Пересекались Потом танки онлайн Для меня Они отпали бы ушли И вообще Пропали просто эти вопросы с танками Ну и как-то Перестали мы с ним Так с Санькой общаться Хотя человек он хороший Прикольный Да И я бы не против Вы с ним встретились Ну как пообщаться Но Ехать в Уфу Нет уж извините Лучше вы к нам Как фраза из фильма Да Вообще Это пожалуй Саня Джага Да Это пожалуй Один из немногих Один из немногих Кого я очень хорошо Ну как Очень Очень хорошо Нет не то что знаю Очень хорошо Кому я очень хорошо отношусь Я вам правильно так сказал Кому я очень хорошо отношусь Один из немногих Вот Потому что Человек Вот Меня Ни разу Не предал Не кинул Во печи От Множества других С кем вообще У меня были всякие там Пересечения Там вот Со всякими этими Танковыми же полизами И так далее Саня Вот как раз Один из тех немногих Кто меня не кинул В этом плане Вот Вот поэтому У меня к нему Хорошее такое отношение Да и просто Он чувак Прикольно У него У него Есть какой-то Вот такой Знаете Что-то Ну как Что сказать Задор Такой У Саньки Есть такой Юношеский Задор Еще Он еще Не до конца Вырос Не совсем Позрослел Но у него Санька Привет тебе Кстати Да У него Есть такой Юношеский Задор Такой Еще И он Еще Вокруг себя Поэтому Собирает Школоту Но когда он Станет еще Постарше Года На 3-4 Вот Школьники Вокруг него Почти перестанут Тусоваться То есть И Меньше Популярности Будет И так далее То есть Чем ты становишься Старше Тем меньше Среди школьников Популярности А взрослую Аудиторию Видеороликами О чем Ты хуй соберешь Как говорится Вот Но опять же Это мое видение Мое мнение Я не знаю Единственное Что я могу сказать Нужно делать Видеоролики Для самого себя То есть Как тебе нравится Так и делай А не как тебя просят Вот Когда будешь делать Для самого себя Мне кажется Тогда и Тогда и Все как-то Устаканится Все будет лучше Ну а следующий Вопрос От Андрея И это будет Заключительный вопрос Даже не вопрос А какая-то просьба Что я Сделай селфи Ну вот просто так Вот сделай селфи Вопрос для рубрики Сделай селфи Селфи сделает с кем Я не знаю Я сделаю селфи Сам с собой Потому что С кем мне еще Сделать селфи Поэтому я Протру видеокамеру И сделаю селфи Сейчас сам с собой Как он включается Так Да вроде так Вот Селфи Сейчас я там Себя О Отлично У меня тут Видно Видно как Селфи сделать Да Не знаю Что там получится Конечно В итоге В общем Селфи я сделал Да А что кстати Получилось Боже мой А можно я Переделаю Да ладно Прикольно Получилось Оставлю Это Сделай селфи Сделал селфи По вашим просьбам Да Ну вот и все Пожалуй на сегодня Ребята Ставьте лайки Подписывайтесь В группу Вконтакте Ссылочка будет В описании Подпишитесь На канал Не забудьте Если вы еще Этого не сделали Вот А вконтакте Можно делать еще Репосты И ставить лайки Там да 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 Это кстати Поможет тоже Набрать Видеоролику Побольше просмотров И еще ссылочки Интересные Есть под видео Посмотрите Там В ссылочках Поковыряйтесь Полазите Пошарьтесь Там В ссылочках Найдете Много интересного Рекомендую Игрушку Дарт Орбит Прикольная вещь Ну А на сегодня Пожалуй Все С вами был Рома Дивиди Увидимся Прикольная вещь